Музыка Так, ну что, святая святых, лучший питомник России, самый маленький, но самый качественный. Вот, это Сибирь, это Шушинский район, деревня Красный Хутор. Дождались времени, когда потаяла земля, а вчера возвращалась зима, опять шел снег, но, в принципе, наш циклопатый оттаял. Вот, вот эта бригада УХ работает за двух. Ух, значит так, Виктор, молодой парень, музыкант. Вот, это мой старый друг Андрей, уже прописался тут, умеет все. Вот, мог бы преподавать в институте. Я имею в виду преподавать в виде дядьки Черномора, который все умеет. Вот, а у нас же ребята, институт кончает, они же ничего не умеют. Это тот самый случай, когда 100 садоводов, то есть на бумаге, то есть 100 агрономов, 100 биологов, не сделают то, что сделает один Андрей. Андрей, помаши мне рукой. Вот он, видели, да? Сейчас набирается опыта Виктор. Так, Сергей, куда делся? А, так, ладно. Вот это вот, так называемая обрезка по железу. Только она прославила питомник, потому что вот такие вот деревья сажают, причем по принципу, а мне побольше, по принципу по длине и по толще, в соседней области, не в садоводстве. Так и тут. Вот мне бы трехлетку, а мне пятилетку. А у нас двухлетки выглядят так. Вот, яблоня. Видите ветки? Это я отрезал. Сейчас я вас поведу по питомнику, покажу, что я еще отрезал. Вот, вот за эту обрезанную верхушку не все удается использовать для второй прививки. Вот, ну вот за эту кучу я бы 35 лет назад отдал бы душу. Вот. Вот эти вот деревья, вот эти я использую, но это не верхушки. Видите, они все обрезаны, смотрите. Это не верхушки. А вот еще не обрезанные. Это я сейчас нарезал раз, два, три. Видите, они даже чуть отличаются. Это я нарезал академика. А это королевский. Вот они такие. Полноценные. Я поведу вас туда, где я их отрезал. Вот, с двухлеток. Так, половина вот сейчас, где моя рука. Здесь они будут отрезаны. Где моя рука? Так. Ага, вот здесь вот. А это все выброшено. Теперь я вас проведу по саду, потому что тут принцип такой. Чем старше саженец, тем он дешевле. Я смотрел от одного до десяти лет и цены от тысячи и до десяти летних, до двадцати пяти тысяч. У нас, в принципе, другой. Вот. Кстати, кто помнит, я вам показывал двухметровые приросты. Вот что от них осталось. Это я отрезал. Это были саженцы. Не саженцы, а веточки я брал у пианиста. У него 20 лет несохранности. И сейчас находятся пять сортов, из которых три супер сорта. Сорта. Мой Королевский, мой Академик и плюс еще поздний Филиппева, нашего уникального садовода Филиппева. Вот. Кстати, обратите внимание. Скажите, где делались листья? И было слишком много. Но процентов 90, я у меня тут не могу показать, но я на своих вебинарах показываю. Здесь лист лежал большим плотным слоем, сплошь. Вот. Дурью мы нимаемся, грабли не берем, листья не вывозим, не выносим, не сжигаем. Все остается. Запомните, друзья, листья, а и в течение зимы они использовались. Снега было 30 сантиметров, вот, и работа там не прекращалась. Эти листья являются главной едой деревьев. Главной. какой-то дурак 19-го, может, еще раньше веки сказал, что листья дереву не нужны, ягоды в них зимуют, вред насекомых, срочно убрать. И садят деревья на голоднейший паек. А по большому счету в природе этого хватает. Мы проходим сквозь питомник. Цель сегодня такая, чтобы у меня был ошарашен Сергеем. Вот видите, вот сейчас только саженец выкапывали. Вот он. Вот они, двухлетки. Вот они. И тут же рядом подсажены. Это будет проливаться прямо на земле. Последние груши, к сожалению, уничтожались. Вот они, смотрите, трехлетки. Потому что земли в стране нет для нас, для садоводов. Нету. Она в земле сельхозназначения зарастает. Так. Это после страшного ветра. Смотрите, что делается. Поднять нет ни сил, ни времени у ребят. они зарастают, становятся лесхозовскими. Но чистятся все равно земля, так называемая, которая должна только пахать, сеять больше ничего. Она давно стала лесом. Вот видите, вот такие березы кругом растут, как здесь. Но, к сожалению, это никого не волнует. Позиция чиновников. Умрем. На землю людям не дадим. Вот так. Поэтому мы с вами подходим еще к одному месту. Просто иду мимо, уже второй раз показываю. Роскошнейший абрикос высотой 3 метра, раскидистый, на котором росло, ну, если считать в штуках, первый урожай был, ну, плодов 500. Правда, не крупных, это амур. Вот так мы и живем в такой стране. Свежие прививки. Я уж за одним, хотя идем мы совсем другой целью. Очень толстые, Сергей освоил. Именно они дают вот такие вот саженцы. Вот этот еще не продан. Вот. Он уже и горшок, то фактически перерос. Когда будет делаться обрезка, он будет делаться вот так. Вот. Вот так. Все остальное влезет в посылку очень большую. А, может, на обратном пути вам покажу, как выглядит настоящая посылка, а не вот эти вот уродцы, которые в маленьких посылочках. Такие уродцы. Вот, двухлетка настоящая. Видели? Это еще маленькие. Им горшки не дают расти. Просто не дают расти. И, наконец, все-таки уже прививка, прививки, прививки. Еще даже бутылками не успели накрыть. Вот это я мышей травил. Видите? Пустая банка. Все говорят, птицы добрались. А я говорю, может, все-таки мы все-таки съели. Вот. Идем, 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 идем. Вот здесь у меня растет ряд фаин. Они сильно обрезаны, веточки с них были взяты на прививку. Ну, и часть я продал. Вот так они выглядят. Вот. Этот участок мы прикупили за полмиллиона. Так. Дома-то уже Серега пытался строить, но никогда не достроить. Никаких денег не хватит. в нашей стране почему-то людям не дают деньги, чтобы они не могли развиваться. Слушай, магазинчик вот с той стороны дома, магазинчик его. Идет в хуторе, но он его закрыл. Почему люди не покупают даже хлеб? Вот. Нищета. Нищета полная. В такой стране живем. Там где-то в Москве видимо про это не знают. Подходим к самому главному. Вот здесь синие ленточки. Есть у нас наша сотрудница, я сотрудничаю называю своей дочкой. А вот Савиньича Елена Александровна, там где синяя ленточка, кстати, вот где обрезана, это уже пошли на прививку. Берем только с молодежи. Я ничего не выдумаю, покажу ближе. Смотрите. Берем только с молодежи. Это особая технология, она не имеет аналога во всей планете. Другое дело, что сейчас мы об этом говорить не будем. И вот я только сейчас еще не успел замазать. Вот. Говорю, мне нужны веточки академика. Вот двухлетка академик, он говорит, режься. Я говорю, а ты что, а кто его потом купит? Он говорит, никто. Вот. Почему? Вот интересно, это такие моменты, чисто рабочие. Здесь вторая прививка не прижилась, так, а ее буквально обросло, видите, обросло. Я говорю, ну и что, нормальное саженец? Как нормальное? Я говорю, Сережа, вот сейчас ты только обрезал, отрезал вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, метровый прирост, да? Это говорит о том, что саженец-то самое нормальное, нормальное не бывает. Вот. ну ладно может быть потом скинет цену и вот а вот эти саженцы да что интересно вот они видите подписаны они стоят полторы тысячи но они стоят того это супер сорта королевский вот это супер сорта академик они стоят по полторы тысячи и вот внимание нет бы сказать что вот этот саженец стоит две тысячи или три вот потому что можно копать полдня но выкопать с корнями с комом земли нет кстати что это фаина мой мой личный сорт знаменитая фаина я умру это сорт будет жить так вот я хочу сказать что видите я хочу сказать что этот саженец он продаст за тысячу рублей когда он мне это сказал я был в шоке почему можно делать сильнейшую обрезку она никогда не погибнет потому что у него по двое манчжуриц видели что он показывал там вроде рано не рано но обросла затянулась и дает метровый прирост вот этот надо бы три тысячи нет за тысячу вот этот надо бы а на нем виллеточка значит он она уже принадлежит елене санса винич а здесь же такие же красавцы это супер сорта они не имеют равных по всей россии плюс украина белоруссия казахстан представляете вот они тысячи рублей или ладно серёжа давай я это сам я уж так и быть а махнул рукой делать что хочешь вот я делаю что хочу видели это приготовлено к посылкам посмотрите красота какая вот уже выкопали а вот еще не выкопали корни все при них ну как можно вот этот саженец вот этот продавать за тысячу рублей когда вот этот полторы давайте составим вот я наверно при первую справа отправлю галлюцина савинич как называется в одном экземпляре этот фильм а там посмотрим вот вот это вот саженцы отличие отборная стоит тысячу рублей вот эти вот этот этот что здесь написано академик нужно слов нет ну что я скажу ой материться хочется страна нищает с каждым годом садовщего становится не больше меньше вот видите почему он спилил великолепную сливу великолепнейшую она будущее не привита это китай как раз на желтая она такая вкусная что у нас рассказываю как анекдот на еда и вырубали одно время много развели думали торговать плодами вот а потом пришлось их это вырубать и какие вырубали самые сладкие почему просто сильно сладкие есть и возможно вот вот это вот это я правду говорю ничего не выдумываю сильно сладкие вот и все яблоньки вот такие вот это трехлетка мы недавно купили этот участок вот она трехлетка видите она ста сразу становится маточным садом это тоже вроде кривенько горбатенько посмотрите сколько чернков взят видели дорого да вот это вот помните я вам летом показывал ел на ваших глазах у вас всех был полный слиний видите это маточное дерево стало знать что это медовое у вот они маточные деревья калечим безбожно иногда мне мордой тычут учите людей чтобы они берегли деревья не калечили а сами те люди которые мне морды тычут они не говорят что я работаю там заместителем этого самого директора госбанка вот я вам сейчас выдам деньги вот потому что вы со своим сыном еще несколько человек обогнали всю всю полностью по качеству саженцев по морозостойкости всю на уху а мы туда деньги только зря вклады вот ветер ветер какой был видите ничего не успеваем сейчас пока идет высылка саженцев это надо чтоб они же попадут в европу это у нас середина апреля а там уже засветает все вот а этот год стал исключением кстати посмотрите непроданный непроданный абрикос непроданная яблонька с руками должны были оторвать а почему никогда единственный ваулин ученый есть у нас такой на урале который провел свою линию выписав у меня сеянцы манджурцы а вдогонку еще наверно с тысячу косточек до тысячу косточек еще этих потомков манджурцев непривитых у него своя линия получил уникальный урожай он теперь герой на всю россию только я боюсь что сами ученые его не заметили хотя это научный подвиг для молодого сада ученого точно невозможно 40 килограмм с лишним среднем 70 рекорд для меня это не рекорд для меня это норма вот мой абрикосовый сад приезжайте в середине лета только не забудьте упаковку воли долл вот это маточное дерево ведь смотрите из-за таких мелочих деревьев мы потеряли часть питомника вот еще ухаживается вот это вот ухаживается а здесь уже все вот они маточные деревья продать не могли но зато сейчас используем их как эти посмотрите как выглядит жертвенное дерево которое это самое выдаст нам много 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 веток наверное пол сотни сразу вот так она выглядит это наш стиль это наш это моя школа железово потерь много вот он видите пень а было великолепное дерево вот так вот и меня таких дней тут лучше не смотреть вон пень видно он пень белый вот он пень а знаете почему остается пень а снегу было много не это все-таки многовато до земли было туда трудно докопаться так и отпиливали сколько-то снега откопали и пилили вот теперь остается вот такая но зато рядом полноценные саженцы теперь оставьте еще на год и здесь несколько квадратных метров еще расти не будет ради вот этих двух трех четырех десятков саженцев он был вынужден уничтожить прекрасное дерево во время ни кем не куплено вот такая правда вот такая правда вот все пока показал еще если там осталось немного времени вещи а здесь вот я могу с вами ходить в принципе может такой фильм один сняли вот очень много камень предклавение вот эти волчки вот эти деревья волчки они быстро наращивают новую крону потому что это дерево я калечил 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 пока ветки не начали отсыхать а когда они не отсыхают мы их сами отрезаем почему чтобы выбросили новые побеги вот почему вот это вот все что осталось от академика 100 граммовые плоды вот самая крупная до 120 грамм увечу его увечу 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 вот а он же самый роскошный из них это то ладно там амур держится это все-таки не выдержал это не то что она не может жить сибири вот последняя ветка посмотрите какие пероста видите то есть она еще изувечина но еще жива и не умирает пока я сам не это не выпили отсюда вот так как я выпилил вот это вот это жестокая правда это жестокая не смотрите что я в прошлый раз был сказать они избиты морозами вот еще один академик кстати ох надо будет эти веточки то срезать да еще успею продать они еще долго 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 просыпается вот смотрите жердель но на никого не интересует поэтому ветки на нем целые вот эти вот их тоже можно было бы продать но никого не интересует хотя она это победитель конкурса вкуса кисло-сладкое победил остатки до с пор успокоиться не могу а вот он пень приезжаем вот таким образом а куда денешься а там кажется что сейчас голо пусто летом не видно солнца столько листвы все за к это высоты кажется сразу же полтора раза выше сейчас кажется бедновато выглядит ну все я в общем показал все сейчас вернусь обратно надо брать мазь пойти замазать там где я раны наделал я браны делал с тех которые тысячи рублевые которые дешевле чем двухлетки то есть не так самые мощные двухлетки не влазит посылку и сергей сказал так я хочу хоть зачем продаж за тысячу ну понятно у виска крутить тоже да за нее 35 тысяч как они того стоят ну кто хотя по большому счету они не 35 их надо мерить в долларах они в рублях сейчас я покажу вам покажу вам посылки и как раз будем считать что мы миссия закончена когда я лет 58 назад здесь сам мне некогда было собирать посылки тут стояла очередь автомобилей до самого этого сейчас ни одного надо бы спросить хоть один садовод приезжал ребята пошли на перекур вот эти вот черенки вот барского плеча то есть это вот они отличная красавцы я еще надеюсь продать почему пропой попробуйте найти у нас вчера позавчера шел снег попробуйте на них следы просыпания а я отправляю их почта которая называется ускоренная в среднем через пять дней кому повезет через четыре не повезет через шесть он получает их и быстренько прививает они не успевают посылках проснуться вот я с ним беру 300 400 рублей за пересылку и рублей в среднем 200 доплачу своего кармана я боюсь им говорить заплатить за пересылку 600 700 тут же раздумает покупать это мой так сказать ход как и называть коммерческие как-то вот они посылки видите посмотрите на их длину жалко я же рядом был когда паковали пошли чай гонять чтобы показать открытую вот они все подписаны все отлично от кого железа у сергея валерьевича кому климову денису валерьевичу москва и так далее вот а москве мои персики плодоносит москве мои абрикосы плодоносит под москвой уже не говорю а эти как собрались это самый ладно бы какие-нибудь старики были бы глубокие нет люди с учеными званиями долбят и долбят долбят и долбят что в европе ничего это расти не будет морозы до 40 уже показывал таблицы все это есть в интернете да посмотрите же в конце концов почва очень бедная но абрикосы не любят жирную почву посадка вот она смотрите ну что здесь сложного то что здесь сложного смотрите черешня показать пожалуйста черешня которая это сейчас у меня немножко времени 5 минут осталось когда он отключится вот вот все серега оставил с высоты своего двухметрового роста отрезал а мы даже не это не продали потому что боялись зимой они тут так и этот посмотрите это предел никто не хвастается вот это он от этого от нашего уже покойного к сожалению бориса боднера привез привил прошлом году вот это я еще раньше привела посадите как они избиты морозом видите и зараза держится и все когда-то я выйти умертвил вот эта часть мертвую это в константинность продай веточку продай ну ежи люди которым не откажешь вот и продал вот теперь это все вот это уже полумертое мертвое вот видите вот но пришла весна а ветки то нужны и тогда сергей уже весна уже не так опасно а там выше от балла цветочек посек море вот показатель все точно посеки вот они смотрите вот а что там с них будет вот и это же я их это отрезал на черенки посмотрим вот что-то может еще не совсем морозом убило вот так выглядят сейчас пойду вам покажу и пока несколько минут я вас умоляю как говорят в одессе я вас умоляю не лезьте вы со своими ручками туда куда вас не просят морозобойные страшные вот роскошные абрикос без названия только плоды 100 граммов и все равно посмотрите на эти приросты все равно оно сейчас чуть не уронил все равно оно живо и когда придет и пора умирать вот это влево пошла ветка абсолютно живая покрыта этими сами я тоже искалечивал вот они видите ничего хорошего возможно вот эти мертвы ничего хорошего в этом нет просто кушать хочется опять я резал 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 вот смотрите вот эти деревья жертвенные пройдет несколько лет и вот эта левая ветка которая снизу пошла потому что это фактически волчок только ненавидимый а вот это вот она сейчас живая вот они живые будем надеяться за плодоносит и даже в таком виде они еще не мертвы вот вот это вот все живое вот каждый год я удивляюсь ну когда что умрешь 30 лет исполнилось смотрите главное я к чему подвожу до ветки 3 вот смотрите опять резал опять на черенки это бай знаменитый вот эти ветка когда-то была этим самым называлась сейчас так называется она называется волчком и надо уничтожить так и пишут паразиты с ненавистью окружены а это всего лишь когда вот здесь вот я дорезался видите смотрите когда я дорезался до того что вот здесь вот начал умирать она выбросила прекрасную ветку вон она на ней просто метровая смотрите сколько на ней цветов на ней только одной будет вот на этой ветке вот на этой вот на этой ветке только как у меня же они хорошо плодоносит ведра два крупных плодов будет только вот на этой ветке и вот такой толщины вот все умоляю не лезьте вы никогда не это вот никогда не режьте так чтобы были раны на кольцо это ствердельно это один я на всей планете говорю не режьте раны на кольцо этого страшная ошибка люди привыкли к этим ошибкам они ни разу когда умирали деревья не распилили их через эти раны они не видят что творят эти раны какая-то смертельная вещь а все что естественно вот смотрите вот это была обрезка на омоложение хотя дерево молодой почему ветки нужны вот отрезали отрезали смотрите годом раньше а теперь уже а вот они какие среди а вот там уже не достать а в средней ярусе вообще нету веток одни цветы вот они что мы делаем частичная обрезка и теперь они выбросят молодые побеги это еще не все сказал вот никогда не отрезайте на кольцо даже когда вы видите вот такие раны не трогайте да это я умертую я вначале вот эти ветки брал на прививку и теперь это дерево ослабло вот она страшнейшая рана но не там внизу где это самое подвой а от низкая прививка и вот эти все ветки вот эти вот они выше прививки и они дерево вот это погибает постепенно вот два-три она может погибнуть уже просто слабая а замена то вот она вот она главное а это все считается волшками и вы только появились как там было в этой статье то я на вебинаре вот волшками надо бороться с весны до осени то есть уничтожать как только он появится ну и еще тут осталось полминуты вот никогда я не подходил к этой дикой страшной раненой через мороз на чешне никогда есть фотографии ужас был зарастает зарастает живая живая и цвести будет ну вот наше время истекло наша песня хороша на этом мы заканчиваем наш разговор осталось 20 секунд что я могу показать за 20 секунд да наверное уже ничего давайте друзья до следующей встречи первый увидит елена санасовинич вот и побежит собирать деньги по знакомым я шучу вот но тысяча рублей за двухлетняя саженца мощнейшая самая лучшая самая мощная это такие смешные деньги